Московские команды Динамо и Спартак. Стадион Динамо, как и многое в нашем футболе, веян легендами, воспоминаниями, рассказами. Здесь сформировался и наш уважаемый зритель. Продолжая Михаила Осиповича Якушина, позволю себе афоризм. В жизни бывают случаи, когда самой тонкой хитростью оказываются простота и откровенность. Без игровых предисловий. Уже в начале матча всем, и Динамо в том числе, стало откровенно и ясно, и понятно. Уровень мобилизации Спартака выше, нежели у соперников. И проявилось это не только у ворот хозяев поля, но и в каждом игровом эпизоде единоборств. А все было действительно просто. Своевременный пас. Как минимум два адреса для передачи. И движение, движение, движение. Это душа футбола. Спартак в самом деле играл просто. Открылся игроку. Получи пас. Отдать некому. Мяч придерживается. Обводка в меру. И по делу. И снова передача. Длинный ли пас? Короткий? Средний? Пожалуйста. И вот что еще. Пожалуй, впервые у нас в футболе я увидел тот вариант тактики игры, который стал уже нормой лучших европейских клубов. Борьба за мяч по всему полю. Такие действия требуют иных, более высоких физических кондиций. И к концу первого тайма подумалось, хватит ли у спартаковцев сил в таком же духе провести и вторую половину. Этой очень высшей степени напряженной встречи это тоже чувствовалось в каждом игровом моменте. Ведь динамовцы в целом приняли этот вариант, предложенный спартаковцами. Такого психологического накала подчас трудно даже оценить. Ведь голом Шмарова, да на первой же минуте второго тайма, спартак, говоря в шутку, получил двойной, если не больше, заряд игровой бодрости и футбольного здоровья. И слава богу, что это приобретение он использовал и дальше на укрепление преимущества. Не отошел назад. В противном случае мы получили бы матч в одни ворота спартака, динамовцы сразу же бы этим воспользовались. И пошла игра на встречных курсах, драматургии иных, более значимых оценок. И тут спартак свою партию сыграл отменно. Не из-за ошибок тех или иных динамовцев, опять-таки благодаря настрою того же Мамедова был сделан второй гол. Из-за Мамеда Шмарова атакующего на Мухаммадиева, не менее атакующего, лишний раз подтвердила уверенность в себе, составляет основу нашей уверенности в других. Валерий, вы приехали, играете третью игру, забиваете во второй игре подряд. Вы оказались той самой палочкой-выручарочкой для спартака. Вообще, в каком состоянии вы нашли команду? И как вы ощущаете свою роль сейчас в этой команде? Я очень рад своему возвращению в команду. Тем более, что у меня сейчас и игра пошла, и помог команде как-то очки набирать. Команда, конечно, находится сейчас в тяжелейшем положении, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы занять достойное место, которое подобает нашей команде. Но сегодня вы устроили просто праздник для болельщиков, прекрасная игра. И я, например, не готов согласиться с вашими словами, что команда сегодня в тяжелейшем положении. Может быть, есть какое-то уже трехплощадь? Да, я хочу говорить, что в турнирном тяжелейшем положении, потому что очень много очков было потеряно. А сегодняшняя игра показала, я считаю, что мы выходим на тот уровень, который может играть команда и должна играть каждую игру. И не только побеждать сегодняшних лидеров, а и всех подряд, и не просто так, а с крупным счетом. Мы были бы хронологически непоследовательны, если бы не дали вам возможности полюбоваться еще и этим захватывающим эпизодом у ворот Динамо. Незадолго до окончания матча, лишь дружными усилиями динамоцам удалось уйти от счета, который в матчах такого уровня называют уже разгромным. На что было больше обращено внимание? На психологический аспект поединка? Или превалировала турнирная какая-то мотивация? Скорее всего, психология. Нам нужно вернуть чувство уверенности в себе, то, чего в последних матчах пропало. Стала встреча московских команд Динамо и Спартак. Лидеры чемпионата Динамовцы принимали на своем поле трехкратных чемпионов России. И спартаковцев, которые сейчас, что для них очень нехарактерно, опустились в середину турнирной таблицы. Но спартаковцы вышли на эту встречу такими заряженными на борьбу, что в первом тайме преимущество было на их стороне. И вот этот удар Дмитрия Черышева по воротам Тяпушкина был единственным опасным моментом у Динамо в первом тайме. Николай Писарев бил по воротам вот так через себя в падении. Валерий Шмаров и Андрей Тихонов постоянно терзали оборону Динамовцам. И как следствие преимущества Спартака в первом тайме, гол, который Валерий Шмаров направил в ворота Сметанина на первой минуте второго. Пропустив этот мяч, Динамовцы попытались навязать чемпиону свою игру, но Спартак в этот день был просто сильнее. Он выигрывал единоборство, опережал Динамовцев, а в этом эпизоде Ранис Мамедов обокрал защитника хозяев поля и направил второй мяч в сетку Динамовских ворот. После этого Спартак заиграл свободнее и раскованнее и имел еще несколько очень хороших возможностей для того, чтобы сделать счет вообще неприличным. Андрей Сметанин из последних сил бился на рубеже Динамовской обороны и, пожалуй, он в конце этого матча был главным действующим лицом у хозяев поля. В конце встречи Валерий Кеченов вышел один-один и снова Сметанин выручил. 2-0 победа Московского...